Вечер-диалог. Греция Ставрова. Историческое наследие. В данном мероприятии я осветила эти темы, возможно, где-то что-то я упустила. Возможно, кто-то из вас знает какой-то интересный факт. У нас вечер-диалог. Поэтому заранее я вас предупреждала о том, что, возможно, кто-то из вас знает какие-то интересные факты, что был готов нам их поведать. Поэтому, если из вас кто-то даже, может быть, по ходу того, что я вам буду предоставлять информацию, кто-то из вас вспомнит что-то интересный факт из жизни своей, где-то с чем-то встречался, мы будем рассказывать об этом и делиться нашими знаниями. Но сегодня у нас все мы знаем, что общероссийский праздник, День культуры. Хотела бы поздравить вас, потому что вы тоже имеете отношение к этому, потому что вы активные участники нашей культурной программы, и мы рады вас всегда видеть. Ну, начнем с того, что город по имени Ставрополь, в переводе с греческого город-кристалки, он всегда красив. Красиво весной, когда его украшают чудесные тюрканы, ковровые клумбы. И, как всегда, весной город одевается в многоцветный наряд каштанов и сиреней. Красив лето, когда неведомо откуда появившийся дождь в один миг умывает весь наш город. Каждую веточку, да, как именно сегодня у нас случилось, в его роскошных парках и скверах. Даже мелкие травинки он умывает. Красиво осенью. Осень, можно сказать, самое лучшее время в Ставрополе. Цветка желтеющая зелень, теплые солнечные дни и тихие, полные, нежного великолепия вечера. А зима, зима тоже по-своему великолепная, сочетающая в себе и мороз, и солнце. Когда в туман и мороз одеваются деревья в ими, они становятся сказочными, и все становится белым-белым. Ставрополь включен в список исторических городов в России, и это понятно. Ставрополь – это улицы, пережившие века, здания, помнящие наших суровых прадедов, еще детьми. Город расположен на юго-западном склоне Ставропольской возвышенности, в пределах высот от 484 до 655 метров над уровнем моря. Но, хотелось бы сказать, что греческая национально-культурная автономия в 2014 году пережила трудный период опасения лишившейся ресторации Мальтария. Возможно, кто-то из вас знает, возможно, кто-то сейчас узнает, потому что эта тема мало освещается в СМИ. Здание бывшей ресторации купца Петра Найтаки на проспекте Карломаркса, 64, где располагается национально-культурная автономия греков, ветшало, а средств на его реставрацию не было. Теплосеть грозилась даже блокировать счета этой организации. И были опасения, что греков в конце концов могут выселить во дворец культуры и спорта, на пятом этаже которого планировалось открытие дома дружбы. Греческому обществу Ставрополя досталось в аренду уникальное здание. Исторический особняк на проспекте Карломаркса. Но сейчас вы можете обратить внимание на экран, где более такие современные, поздние, вот как оно сейчас выглядит, как оно у нас рекламой завешено, это здание практически на массовом этом фоне это здание, можно сказать, не выделяется на сегодняшний. Дом по номерам 64 в XIX веке был гостиницей с почтовым отделением на первом этаже. Заправлял ресторацией греческий купец Петр Найтаки. В самом приличном, по мнению многих путешественников, заведении того времени. Останавливались и отдыхали офицеры, в том числе поэт Михаил Юрьевич Лермонтов и декабристы. При СССР там некоторое время располагалось музыкальное училище, потом другое учреждение культуры. Освобождая помещение, в 1991 году чиновники забрали с собой все, что только можно было унести. От плафонов и люстр до панелей, к которым были обшиты стены. И тем не менее, даже такому обветшавшему зданию греческая община, как она была названа в последствиях, Анагенеси, позже перерегистрированная в городскую национальную культурную автономию, сокращенно НКА, она называется, была рада этому зданию. Восстановить строение ей помогли власти Греции и местные энтузиасты из членов греческой общины. Над одним крылом даже поменяли крышу. При общине заработала греческая школа, которая в 1994 году получила статус государственную. Сейчас она носит имя первого председателя НКА Николая Константиновича Мацукатидиса. Взрослые и дети в ней осваивают греческий язык и приобщаются к греческой культуре. Совершенно бесплатно. Работают три греческих танцевальных коллектива. Взрослые – это Элефтерия, Астерия и все эти коллективы из числа школьников. И еще один – для малышей. В репертуаре у них не только греческие, но также и кавказские танцы. Чтобы встать на ноги, община пыталась сама зарабатывать деньги и открыла кафе. Но попала под российский закон о некоммерческой организации. И теперь лишь старая вывеска кафе «Олимпия» напоминает об этом начинании. Ну вот на предыдущем слайде, конечно, отсюда далеко, но было видно, что эта вывеска, она и по сей день висит в кафе «Олимпия». Раньше обществу активно помогали и местные, и бизнесмены, и за границами. Было время, когда мы с Грецией сотрудничали. И коммунитарную помощь оказывали, когда город Ду было тяжело. Напомнил о 90-х годах Мацуката. Николай Константинович ездил на Кипр, договаривался, и оттуда нам поступали деньги и продукты. Это все он на школу оформлял. Но все исходило из этого здания. Мы помогали всем, не смотрели, грек или русский. По греческим селам развозили помощь, и не один раз. Нынче мы сами наблюдаем, что Греция в кризисе. Мы это видели, потому что греки ездили туда, и многие оставались там. А теперь, спустя какое-то время, они приезжают назад, потому что в Греции не сильно здорово. Возвращаются в связи с пенсионной реформой. Если ты 20 лет там не работал, то ты ничего и не получишь. Данный закон ступил в силу в 2013 году. И они остались без средств к существованию. Все усугубилось и в мире, и в этой общине в том числе. В 2000-е годы у греческой общины были средства на установку памятников. Губернатору Николаеву Кикараке, также атаману терцкого казачьего войска, генералу-лейтенанту Христофору Папан Дополу, генералу-майору Павлу Мачканину, на строительство церквей в Карачаево-Черкесском селе Спарта, на территории Ставропольского строительного техникума. Ну вот здесь вы можете наблюдать изображение памятника, которое стоит у нас в городе Ставрополье, когда выходим из ЖД вокзала. Также на территории Ставропольского строительного техникума, где Николай Мацукатов с 1968 года работает преподавателем физкультуры, сейчас НКА с трудом собирает деньги даже на проведение хотя бы своего главного праздника, Дня независимости Греции. На каждый городской праздник, конечно, приглашают эти творческие коллективы, которые выше я вам было сказано. На выставку музеев постоянно берут греческие эспанаты, просят, и вообще, ну как греческая община в данный момент все-таки дорожат. В начале 1837 года Иван Григорьевич Ганиловский обращается в городскую думу с просьбой о разрешении постройки еще одного дома на принадлежащем ему месте, на той же Большой Черкасской. Проект здания – фасад, которого украсили 10 окон и большой балкон верхнего этажа. Дверные проемы, окна и въезд для экипажей Нижнего начертил коллежки секретарь Ничурин. С проектом здания были ознакомлены другие архитекторы, внесшие в него изменения. В свой новый дом, который предполагалось закончить приезду в Ставрополь императора Николая I, Иван Ганиловский и перенес гостиницу, официально именуемую «ресторация». Ее ориентатором являлся Петр Навдагин. Мы как раз возвращаемся к зданию, в котором впоследствии уже организовалась организация юридическое. На протяжении всех последующих лет Иван Григорьевич делал пристройки к главному дому. В том числе, как было принято в домостроении в первой половине прошлого века, устроил галерею, названную по фамилии постоянно проживающего в ней штабс-капитана Савельева, Савельевской. Саму же гостиницу в обиходе именовали «Найтаковской». Хотя, как указывает документ, за 1844 год в доме городского головы Ганиловского помещалась гостиница под названием «Москва». Но есть еще одно условное название гостиницы – офицерский клуб. Между тем, новое гостиничное здание, именуемое не иначе, как «Найтаковская», стало своеобразным центром жизни прежде всего Кавказского офицерства. И в этом была большая заслуга ее арендатора – Петра Афанасьевича «Найтаки». Как гласит легенда, сама фамилия у Петра Афанасьевича появилась, когда он прибыл из Греции в Таганрог, место сосредоточения беженцев из страны Эллады. Таможенный чиновник спросил у юного иммигранта, где он жил раньше. Тот ответил – «Найтаке», то есть на острове Итака. Но вместо графа, где проживал подросток, чиновник внес запись в фамильную строку. Так и пошел уже на российской земле род «Найтаки», который после Таганрога перебрался в Пятигорск, а затем в Ставрополь. Ну вот в Пятигорске тоже имеется усадьба «Найтаки». Но она сейчас в плачевном состоянии, как мы видим на изображении. В центральной части Старого Пятигорска можно обратить внимание на необычный дом, построенный в середине XIX века у подножия горы Машук. Особенно выделяется невысокий балкончик с ажурной кованой решеткой. Наверное, приятно было на нем сидеть за чайным столиком или просто в кресле, разглядывая проходящих мимо курортников, членов водяного общества. Так их называл в свое время Лермонтов. Дом принадлежал потомственному, почетному гражданину города Пятигорска, меценату и благотворителю, русскому купцу с греческими корнями Алексею Петровичу «Найтаки». Его сын, Петр Афанасьевич «Найтаки», уже смог стать арендатором и владельцем известных гостиниц в Ставрополе и Пятигорске, мебелированных комнат в Словодске. Два его сына, Алексей и Егор, сначала занимались торговлей, закупая в Москве шинельное сукно, в Туле – оружие, а в Астрахани – спирт для Ставропольского комиссионерства. Позже Алексей «Найтаки» взялся за гостиничное дело. С конца 20-х годов 19-го столетия на протяжении почти 20 лет он был арендатором Пятигорской казенной гостиницы, которую в те времена зачастую называли по его имени гостиницей «Найтаки». Все здесь было устроено на европейский манер и в подражании Петербургу. Начиная с 1837 года, все мемуаристы и многие литераторы, посещавшие Ставрополь и Пятигорск, упоминали о гостиницах «Найтаки». В них останавливались летописцы Кавказа – Тарнау, Альшевский, поэт Катенин. Здесь жили сосланные в Сибири на Кавказ декабристы, Бестужев, Кривцов, Назимов, Ларер. Не раз бывали в них и сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Его герой нашего времени, Григорий Печорин, знакомится с княжной мэрией в Пятигорске на балу в зале ресторации «Найтаки». Свой капитал Алексей Найтаки использовал не только ради собственной выгоды, но и на благо городов-курортов. Известно о его пожертвовании в пользу батальонной церкви 3-го Кавказского линейного батальона в Кисловодске. В 1838 году, движимый состраданием к заключенным, находившись в Пятигорских подвалах, он выстроил за свой счет городскую тюрьму и стратив на это несколько тысяч рублей. За этот благородный поступок Найтаки был награжден золотой медалью на анимской ленте с надписью «За полезное». За верную службу России кавказский наместник Воронцов в 1851 году разрешил пятигорскому жителю Найтаки возвести в центре города два дома для приезжих, фактически частную гостиницу. Здесь же были устроены и торговые лавки. В 1852 году Алексей Найтаки стал купцом первой гильдии. Ему было поручено столь важные дела, как содержание на минеральных вод амнибусов, разводство почтовой корреспонденции и предоставление приезжим лошадей для безостановочного проезда по экстренным надобностям. Алексей Петрович Найтаки несколько лет был пятигорским городским головой. На эту должность горожане города избирали самых уважаемых горожан, готовых принести общественную пользу. Одним из таких деяний Найтаки стало увеличение площади единственной тогда в городе Скорбящинской церкви. Умер Алексей Петрович Найтаки 5 ноября 1881 года и был похоронен на старом пятигорском кладбище рядом с отцом, таганродским купцом третьей гильдии Петром Афанасьевичем Найтаки. Также можем сейчас наблюдать, что вот Кисловодская ресторация. На восточной стороне улицы Коминтерна, позади Лермонтовской площадки, находятся три жилых дома. Некогда здесь находилась одна из первых гостиниц Кисловодска. В 1823-1826 годах братьями Бернардацы была сооружена казенная ресторация для кислых вод, которая сдавалась на содержание частной улицы. Позади ее, в 20-м восточне, на склоне горы были устроены каменная кухня с камышовой крышей и ледни. Петр Найтаки с мая 1835 года стал арендатором казенных рестораций в Пятигорске и Кисловодске. Здесь ему помогал сын Алексей Петрович Найтаки, ставший пятигорским купцом первой гильдии. Несколько раз возобновляя договоры аренды, Найтаки содержали кисловодскую ресторацию весьма продолжительное время. И весной 1851 года по распоряжению кавказского наместника князя Воронцова казенные реставрации и все амнибусы, как уже было мной сказано, были переданы на содержание купцу Алексею Найтаки. Он заведовал этими ресторациями до 1860 года, когда начался период управления КМВ контрагентом Новосельским. В отличие от каменной пятигорской реставрации, которая имела суточные номера на верхнем этаже и в дворовых флигелях, небольшая кисловодская ресторация имела лишь пять роскошно убранных номеров, которые могли обеспечить помещение для нескольких только знатных особ. Получив отказ в ресторации, посетители вынуждены были искать жилье в частных домах. Ближайшим из них были помещения в усадьбе Редрова. Этот домовладелец получал каждый год очень хорошие доходы. Около 1850 года ресторатор Найтаки, ссылаясь на недостаток приличного жилья при казенной ресторации, получил разрешение построить за собственный счет позади ресторации два одноэтажных жилых флигеля из саманового кирпича под камышовой крышей, рядом, где находилась кухня и ледми. В этих флигелях Найтаки устроил летние мебелированные номера для посетителей. За номер с большой комнатой и передний он брал плату рубль серебром в сутки. Эта летняя гостиница Найтаки с двадцатью номерами действовала и после 1860 года, когда он оставил должность кисловодского ресторатора. После смерти Найтаки в ноябре 1881 года гостиница перешла к ее сыну Михаилу Алексеевичу, жившему в Пятигорске. К 1890 году она состояла из трех зданий, в которых было 33 номера. В самом конце XIX века новым владельцем меблированных номеров стал Иван Павлович Щербина, брат кисловодского купца Иосифа Щербина. И он перестроил часть помещений, которые составляли четыре дачные здания, и здесь уже оказалось 50 номеров для всех желающих. И данная гостиница, которую он сделал, получила название Оля. Существует такое мнение, что, скорее всего, в честь своей любимой дочери. Также хотелось бы напомнить, конечно, в этом году не юбилейная дата, но, тем не менее, данный губернатор, он грек по происхождению, и тоже очень большой вклад внес в наш Ставрополь. И, конечно, его вклад был не только в Ставрополь, но также российского масштаба. В этом году исполнилось 178 лет со дня рождения Николая Никопаракина. Все выходящие из здания железнодорожного вокзала Ставрополь непримерно обращают внимание на памятник. Стоящий напротив подтянутый генерал с множеством наград на мундире встречает всех нас, словно приглашая войти в город. Памятник этот генерал-лейтенайту Николаю Егоровичу Никопаракину был поставлен к 170-летию со дня рождения. Человеку из плеяды российских патриотов, оставшему заметный след в истории нашего края. Почти два десятилетия на рубеже XIX и XX веков он возглавлял Ставропольскую губернию. В январе 1838 года в Екатерина Славина, ныне Днепропетровск, на Украине, в обрусившей греческой семье государственного чиновника с дворянскими корнями. Родители вскоре переезжают в Санкт-Петербург с началом военных действий в России и Англии и Франции. Отец Никопараки переходит в военное ведомство, делает стремительную карьеру в чине генерал-майора, возглавляет штаб столичного жандарского управления. Юный Николай решил идти по стопам отца, выбрав одно из самых престижных военных учебных заведений Санкт-Петербургское Михайловское артиллерийское училище, которое окончил в 1855 году в чине прапорщика. В 1857 году он командир горной батареи 20-й Кавказской гренадерской бригады, участник боевых действий на Восточном Кавказе. В 1859 году его вызывают для продолжения курса наук в Академии. Здесь он получает свою первую награду Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Далее служба в артиллерии на Западном Кавказе после окончания Академии в Приморском крае и за Барками, а в 1862 году вновь в Кавказ. После завершения военных действий капитан Никифораки с 1767 года исполняет обязанности попечителя черноморских прибрежных поселений, начальника Черноморского округа. Возглавляет Сочинский, затем Новороссийский отдел. Здесь на его плечи легли заботы по заселению Кубанской области, развитию земледелия и животноводства. При этом Николай Егорович проявил блестящие организаторские способности и изобретательность. Впрочем, он и сам стал землевладельцем. В августе 1871 году он был награжден 562-мя десятинами Кубанской земли. Особой заслугой Николай Егорович были постройки Новороссийские, самого крупного в России цементного предприятия «Звезда», создание акционерного общества Черноморска, Портлан, цементное производство. Николай Егорович всячески способствовал поиску и разработке нефтегазовых залежей, добился открытия в Новороссийске городского общественного банка для поддержки средних и мелких предпринимателей. И вот, в марте 1887 года Никифораки назначается Ставропольским губернатором. Приняв дела от своего предшественника Карла Зисермана Николай Егорович с присущей ему энергией приступает к работе. Многочисленные архивные документы того времени свидетельствуют о его кипучей деятельности на этом ответственном посту. В 1900 году в Париже открывается Всемирная выставка, где были представлены экспонаты 33 государств, также включая и Россию. Современники назвали выставку праздником труда, прогресса и цивилизации. На выставке были экспонаты и от Ставропольской губернии, получившие награды различных достоинств. Никифораки сам посетил выставку, чтобы лично ознакомиться с достижениями мирового хозяйства. Бурно развивалось тогда хозяйство и на Ставрополье. В губернии к началу XX века почти в два раза увеличилась площадь посевных культур, процветало и животноводство, создавались предприятия по переработке сырья. Так, в 1901 году торговый дом Анпетков и Унаков возводят самую современную паровую вальцевую мельницу и сегодня остается ведущим предприятием края в этой отрасли. В целом, в период правления Никифораки наблюдался настоящий промышленный бум во многих городах и селах губернии. В регион потянулись западные специалисты и инвесторы. В начале XX века Ставрополь с участием немецкого инженера Шмидт заработал чугунно-летейный и механический завод по изготовлению оборудования для строящихся предприятий переработки запасных частей сельхозмашин, плугов. И сегодня мы знаем этот завод как красный металлист. С 1899 года продажа зерна в губернии превысила внутренний не, ну, красный металлист был, я имею ввиду, что в нашей памяти сохранился он, я извиняюсь, да, неправильно выразилась, в нашей памяти он сохранился как завод красный металлист. Приношу извинения. С 1899 года продажа зерна в губернии превысила внутреннее потребление. На первый план выдвинулась задача организации вывоза его на продажу, в том числе и на экспорт. Это же диктовали и темпы развития животноводства. Разворачиваются работы по строительству шоссейной дороги, соединяющей железную станцию Невиномыск с губернским центром. Губернатор добивается осуществления проекта соединения Ставрополя с железнодорожным сообщением с линией Ростов-Владикавказ. В 1897 году первый поезд прибыл в Ставрополь. В Ставрополь наряду с филиалом Христианского поземельного банка начинают также работать отделение Госбанка, Ставропольского общества взаимного кредита, также Ставропольский городской общественный банк и также филиалы Азова-Донского и Камско-Волжских банков. Понимая необходимость развития современных средств связи для оперативности решения вопросов, губернатор приступает к обеспечению телефонограммной связью всех уездов, железнодорожных станций, крупных сел. В годы руководства Никифораки в губернии зарождается и электроэнергетика. Первопроходцами в этом деле были инженеры такие, как Чернов, Гадзеевич и купец Иванов, которые открывают станции по выработке нового вида энергии, освещают первые частные дома и также начинается освещение общественных мест. Позже электроэнергия приходит на заводы и в мастерские, а в октябре 1903 года губернатор сам включил рубильник новой мощной тепловой электростанции в Ставрополье, оснащенной оборудованием и Швейцарии, и Германии, взорванная гитлеровцами в январе 1943 года. Она была уже восстановлена позже и снабжена, и также снабжала электроэнергией до 60-х годов в наш город. Николай Егорович был не только талантливым хозяйственником-организатором, но и высокообразованным человеком. Владел он шестью языками, увлекался литературой, музыкой, театром, понимал важное воспитание подрастающего поколения. При нем было завершено строительство епархиального женского училища, открылись Ольгинская женская гимназия, училище имени Белинского, учительское семинарие, первые воскресные школы. Никафараки передал из личной библиотеки более тысячи экземпляров книг приходским школам и училищам. Он стоял у истоков реформы Ставропольского здравоохранения. Было учреждено 12 врачебных участков, введена должность врача для командировок, образовано 10 фельдшерских пунктов для обслуживания больных в отдельных селах. С именем Никифараки связано открытие лечебниц для приходящих больных, то есть в наше время, как мы сейчас ходим в поликлинику. Это был прообраз нашей поликлиники. Женская лечебница, родильного приюта, закладка в 1901 году психбольницы в Ставрополе. Неотъемлемый вклад Никифараки в развитие культуры, не оценим его этот вклад. В 1893 году в Ставрополе был открыт Народный дом имени Пушкина. Мы не здание кукольного театра, где организовывались новогодние утренники, спектакли, кружки для детей. Построено здание летнего театра. Открыта первая на Северном Кавказе детская музыкальная школа. Большое внимание уделял губернатор и благоустройству губернского центра. В городе мостились улицы, строились новые каменные здания, прокладывались водосточные канавы, обустраивались рынки, разбивались скверы. При Никифараке завершено строительство губернского дома на Николаевском проспекте. Ныне это проспект Карломарца. Задуманное одним из его предшественников – это Властово. Это здание и сегодня является своего рода украшением краевого центра. В нем размещаются мэрия и городская дома. Вот такой человек с греческими корнями внес довольно-таки объемный вклад в начало развития нашего края, города. И хотелось бы перейти, что у нас есть греческая община, которая, выше я бы сказала, при ней есть школа. И вот на протяжении нескольких лет в Ставрополе отмечают День независимости Греции. Сегодня наше мероприятие, как по стечению обстоятельств, было перенесено непосредственно на этот день. 25 марта Греция отмечает День своей независимости. И в Ставрополе люди, имеющие греческие корни, и все жители Ставрополя могут провести и отпраздновать этот день непосредственно с греческой школой, с греческой диаспорой, которую у нас в Ставрополе. Они отмечают этот праздник. Данный праздник позволяет раскрыть мир школ греческого языка и культуры имени Николая Мацукатиса, известного просветителя, первого председателя городской греческой национальной культурной автономии. Участники и гости праздника могут познакомиться с выставкой детских рисунков и фотографий на тему Греции. На концертах школьники исполняют греческие народные песни и танцы. Звучит игра на лире, национальном инструменте, а также провести дегустацию национальных блюд. Греции всегда остаются в сознании греков, живущих вдали от исторической родины. Деды передавали потомкам, покрупицам все, что было с ней связано, будь то песня или танец, сказание или поговорка. Вот так и прошли столетия. Но греки, живущие далеко от Эллады, сохранили свою культуру, обычаи и традиции и передают ему подрастающему поколению. В Ставрополе греческая школа функционировала при Крестовоздвиженской церкви вплоть до 1937 года. Затем ее закрыли. И только лишь в начале 1990-х годов греками Ставрополя была учреждена общественная организация, которая затем создала педагогическую ассоциацию учителей новогреческого языка. Аристотелес. Председателем которой стал Николай Мацукатидис. Ее основными задачами были проведение семинаров, конференций, изучение языка песен и танцев. А с 1994 года воскресная греческая школа приобрела статус муниципального образовательного учреждения. И теперь по окончании ее и ее выпускники получают специальное удостоверение. Школа принимает активное участие в праздновании российских и греческих национальных праздников, фестивалей, проходящих как в России, так и в Греции. Кроме греческого языка в школе преподают страноведение. Дети посещают уроки греческой музыки, танцев, уроки лиры, живописи и театрального искусства. В этой школе изучают язык эллады, и юноши, и девушки, и совсем маленькие дети разных национальностей. Ведь культура великой страны вызывает интерес у многих. Греческая школа награждена дипломом первой степени Международной академии общественных наук. В номинации образования. Ее театральный коллектив предоставлял Россию на Международном детском фестивале. На Крите с кукольным спектаклем «Терем-теремо». История Дня независимости уходит корнями в первую половину XIX века. Когда созданное одесскими греками тайное общество, Филики Этерия, объединившее греков и филиелинов, Филиелинов из разных стран, организовало восстание за независимость от Османской империи. В этой справедливой борьбе греческому народу помогала и Россия. Ставрополье с древних времен было связано с Грецией благодаря торговым отношениям. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на территории нашего края. Сегодня греческие общины Ставропольского края насчитывают приблизительно около 40 тысяч человек. Общество греков в Ставрополе было официально зарегистрировано 15 лет назад. Оно называется «Анагенеси», что в переводе означает «возрождение». Его организатором и первым председателем, как ему уже было сказано, стал Николай Мацукатидис. Общество поставило перед собой задачи сохранения национальных традиций и творчества. Изучение греческого языка, истории и культуры, страны и предков. Сегодня городское греческое общество располагается в старом здании в исторической части Ставрополя на проспекте Карла Маркса 64, где в XIX веке находилась знаменитая ресторация греко-предпринимателя Петра Натаки, о чем я уже вам поведала. Сегодня автономия работает над созданием музея истории быта, культуры и этнографии греков Ставрополя. Также современный мир, который пересекается с Грецией, это Ставрополя и Греция будут сотрудничать в сфере хлебопечения. В краевом парламенте состоялась встреча депутатов с делегацией Греции, которую возглавлял заместитель министра развития и конкурентной способности Афанасиас. Было отмечено, что Ставрополь имеет огромный потенциал для развития хлебопечения. Между тем, именно греческая модель организации производства хлеба не только выстояла в тяжелый экономический кризис, но и стала образцом для многих европейских стран. Ее преимущество в том, что при малых площадях производится огромный ассортимент продукции. Парламентарии высказали мнение, что одной из первых площадок по внедрению этого опыта должен стать именно Ставропольский край. На встрече обсуждались и вопросы сотрудничества в таких сферах, как туризм, производство молочной продукции, оборудовательство. Была затронута и проблема отмены виз. Торгово-промышленная палата Ставропольского края принимает ряд действий для расширения партнерской сети в странах дальнего и ближнего зарубежья с целью развития. Греция – важный торговый партнер России на Балканах и в Южной Европе в целом. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Грецией демонстрирует положительную динамику роста. Взаимный товарооборот между Россией и Грецией, по оценкам экспертов, увеличился в последние годы. Официально в 2013 году он достиг 7 миллиардов долларов США. Однако, переживая сложный период, Греция заинтересована в росте экспорта греческих товаров в Россию, а также в поиске новых торговых партнеров и направлений торгово-экономического развития. Торгово-промышленная палата Ставропольского края придает важное значение развитию внешнеэкономических связей между Ставрополем и Грецией. Городами-курортами Пятигорск и Есентуки установлены побродивские связи с греческими городами, такими как Трикало и Аргеруполем. Ежегодный внешнеторговый оборот Ставропольского края в Греции составляет менее 10 миллионов долларов США. Анализ межэкономической деятельности между Ставропольским краем и Греческой республикой показывает, что внешняя торговля между регионами составляет около 1% всего внешнеторгового оборота края. В номенклатуре экспорта товаров из Ставрополя в Грецию преобладают минеральные удобрения и также пластмасса. А в номенклатуре импорта товаров из Греции в Ставропольский край это такие изделия, как из алюминия, поверхностно-активные органические соединения, металлоконструкции из черных металлов, полироли, оливковое масло и другие пищевые продукты. Стратегическим приоритетом нашего нового партнера Греко-Российской торговой палаты на ближайшее будущее будет также являться расширение регионального сотрудничества России путем взаимодействия с территориальными торгово-промышленными палатами с целью обеспечения максимального информирования греческих предпринимателей о продуктах и услугах, предоставляемых, производимых или требуемых в регионе. Это первый и необходимый шаг на пути практической реализации делового сотрудничества. Вторым важным шагом в развитии двухсторонних связей станет организация в ближайшем будущем деловых миссий, как в Ставрополье, так и в Греции. Ставрополье – край контрастов, самобытных культур, языков и традиций. Здесь множество национальных культурных организаций. Главные герои – это активисты, молодые люди, школьники и студенты. Греческое население – это четвертая по численности национальность в Ставропольском крае. По сведениям официальной переписи 2010 года, составляет 33,6 тысяч человек на Ставрополье. Это у нас имеет греческие корни. Вот такую информацию я вам приготовила. Хотела бы выслушать и ваше мнение. Что вы можете сказать, что мною, возможно, было упущено и не освящено? Именно присутствие Греции в нашем Ставрополье.